Закрыть двери, плавно подвести вагон трамвая к краю платформы и выйти на линию движения. За год работы этот и другие алгоритмы управления трамваем водитель Ольга Кирюшкина выучила на зубок. Действия повторяются каждую рабочую смену. Сегодняшний день тоже не стал исключением. Правда, маршрут движения трамвая Ольги в это утро был тренировочным, а пассажиров в вагоне заменил стакан с водой. Это условие одного из этапов прохождения городского соревнования водительского мастерства. Задание одно из самых сложных. Официальное название испытания – «Комфортное вождение». А вагоновожатые в шутку называют его «Не урани бабушку». Ни одна бабушка во время конкурса не пострадала. Со стаканом с водой это у нас пассажиры. И нужно проехать, чтобы вода не пролилась, салфетка была чистая. Если правильно проходишь испытание, вода не проливается, это означает, что пассажир не пострадал. Остановка была произведена плавно. Сухая салфетка? Сухая. Для Ольги, как и для других восьми конкурсантов, соревнования профессионального мастерства – это прежде всего эмоции, опыт и шанс показать свои навыки, а также получить новую квалификацию. Конкурс водительского мастерства проводится раз в два года, и для участников это время становится периодом активной подготовки. Перед этим конкурсом были проведены конкурсы в ДПО, в Трамвайном, в Икратском, в Кировском, в Третьем и в Северном, где были определены три лучшие участника, которые сейчас будут соревноваться между собой. Эта традиция у нас уже стала постоянной. Один год у нас проходит конкурс профессионального мастерства водителей трамвая, а в другой год проходит конкурс профессионального мастерства водителей троллейбуса. Вот сегодня у нас как раз конкурс профессионального мастерства водителей трамвая. Конкурсантам предстоит пройти несколько испытаний. Помимо конкурса по вождению, их ожидает проверка знаний правил дорожного движения, соревнования по культуре обслуживания пассажиров, а также контроль знаний об устройстве трамвая. Он в принципе направлен на то, чтобы поднять престиж водителя трамвая, водителя троллейбуса, у нас такие конкурсы тоже проводятся, чтобы показать пример, определить наиболее достойных и уважаемых представителей профессии, и чтобы их коллеги могли брать положительный пример, получать какие-то новые навыки, знания и совершенствовать свою ежедневную работу. По результатам испытаний лучшими водителями городских трамваев стали Никита Долганов, а также Сергей Панин. Победители сегодняшнего городского этапа отправятся на всероссийские соревнования профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». Они пройдут с 16 по 18 июня в Волгограде. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров, События.